почему мы радуемся тому что у путина проблемы с яйцами что же тут непонятного во первых просто как это звучит путина проблемы с яйцами по-моему одна эта фраза стоит того чтобы нам использовать я лично радуюсь тому что вижу что сбывается мои там предсказания не предсказания но предчувствия я же советского меньше с комментарий написали когда я написал о том что россия это когда между ножками буша и яйцами эрдогана определяется кто будет получать спец паек а кто продуктовые карточки мне в комментариях пишут а я всю жизнь в россии живу никогда продуктовых карточки так это потому что вы ребята не жили при советском союзе жил я стоял там в очередях по три часа это с этими карточками знаком прекрасно родители в одной очереди ты в другой очереди это это было что-то сколько 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 я не знаю месяца в лет жизни проведена в очередях это просто мрак дефицит ладно не о том то есть я сейчас вижу просто признаки те же самые того совкова перед развалом совка сейчас они как россии вот сперва дико я же говорю уже упоминал с 1 января в россии центробанк получит право скупщиков валюты на бирже отстранять от торгов на полгода ни о чем вам это не говорит ребят скоро за валютные операции будут сажать а потом расстреливать как советском союзе да ну кто-то ж наверно не в курсе что в советском союзе расстреливали за валютные операции посмотрите дело рокотова если вам интересно специально поменяли законы задним числом расстреляли таки а то что это прицель кто-то набиулина там центробанка до председатель сказала что за месяц экспорта 32 триллиона 10 триллионов оказались виртуальными то есть они как бы россия что-то продала за рубеж на 32 триллиона если ее правильно понял а 10 куда-то disappear испарились это очень хорошие признаки это что закладывается рост бюджета доходов бюджета 22 процента в следующем году а ввп рост предсказывается теми же службами на пол процента то есть это в лупят по печатному станку по инфляции по росту доллара евро к рублю это уже когда тебя полтинника ты припажил то в разных обстоятельствах при союзе да там потом при 90-х ты уже просто когда наблюдаешь эти сигнальчики тоже знаешь то есть в твоей жизни это уже было и тебя просто есть чем сопоставить и как бы радуешься тому что ты понимаешь что отсекаются возможности российской федерации что-то покупатель что такое нету долларов это россияне не могут даже через три там какие-то третьи руки тепловизор и там по себе купить там дальномеры там французские над свои танки поставить потому что сам-то танк еще могут они произвести россияне ну так то они не будут эпитеты распространять что я думаю россиянах а так ну что вот смотрите разница какая что такое там storm shadow да за эту неделю что у нас там получилось мы большой десантный корабль новочеркасск на воздух взлетел до под лодкой стал и причем с экипажами так поймать 33 моряка это штабные рассрочника во сколько было я представляю себе там сколько какие потери при таком взрыве 5 самолетов за неделю уничтожено рашистских это современное вооружение чем отвечают россияне сегодня вот прям на дежурстве у меня три ракеты пролетела крылатые надо мной то есть сегодня сколько там 100 чем-то запустили ракет расисты что вы поваляли жилые дома роддом и супермаркет тем самым только добавив там поводов западному миру поскорее до снабжать и помогать так даже понимаете вы там где-то в америке встали в палки в колеса там через республиканцы через кого вы действуете через мексиканцев там через границу их подталкивая подталкивая переходить но америка там задержала выплату этих 60 миллиардов долларов так европа посмотрел на все эти дела решлая мою так это сейчас если украину по задавит россия дальше до нас дела дойдет норвегия выделяет на миллиард просто миллиард ну вот миллиард долларов а что такое норвегий в норвегии полтора триллиона фонд благосостояние ну такой как вот в россии только в норвегии уны полтора триллиона то есть выдал нам один миллиард это норвегия то все равно что с зарплаты там российскими 1500 рублей получаешь ты один рубль отдал украинцам ну вот вот так вот понимаешь настолько это для них несущественно там да не отдает миллиард 5 миллионов населения там по-моему да не тоже для них это ничего не стоит час украины самый большой золотовалютный запас за всю историю украины независимый с 91 года понимаете потому что очень многие помогают деньгами понимая о том что понимая то что украина должна справиться с этим одуревшим блин пляшивым диктатором и расистами которые шизанули совершенно откровенно убивают в соседней стране в европе не в африке какой-то там я не знаю в диких странах не в какой-то там я не знаю племени зулусов а центр европы сотнями тысяч убивают украинцев россия и сами конечно на черный зам переходит так что и норвегия и дания и у нас получится так что нам европа вы уже сказал евросейшего там орбан этот который палки в колеса ставят да тоже видно ему там подлезал он что-то путина ему подлезал чем путину подлезал то есть палки в колеса ставить не дает нам выделить это 50 миллиардов поддержки европа сказала где валанта до этого орбана мы просто там пособираем деньги сами как отдельные страны и передадим это украине 20 миллиардов 20 миллиардов идет этот орбан блин вслед за русским военным кораблем получится в конечном итоге как европа даст там это все и норвегия там отдельно да не это даст отдельно все и и также норвегия дает и паву о еще тому кучу всего и кроме того еще потом и американцы выделят из своего бюджета там это 61 миллиард рука москвы явно растет не из того места написала по моему четырнадцатом году этот афоризм но совершенно правильно так что старайтесь расисты старайтесь все она на пользу украине